Добрый вечер, в эфире Вести Крачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. По поручению главы Крачао-Черкесии Рашида Темрезова, республика продолжает централизованно формировать дополнительную помощь военнослужащим, мобилизованным из нашего региона. От Крачао-Черкесии отправился очередной груз, основу которого составляют медицинские лекарственные препараты. К централизованной помощи военнослужащим подключаются и благотворительные организации, предприятия и неравнодушные люди. Продолжается также помощь и мирным жителям Донбасса. Балаклавы для участников специальной военной операции. В Крачао-Черкесии запущено собственное производство. Первая партия создана с материнской заботой в цехе ЗАМа. Балаклавы шьют в рамках централизованной закупки дополнительного обмундирования и одежды по поручению главы республики и правительства. Альбина Ламкова расскажет подробнее. Как поступил заказ от правительства КЧР для наших ребят на Украине, вот такие вот балаклавы нам заказали и мы их начали шить. Насколько ответственен этот заказ для вас, для ваших ребят? Ну, очень даже ответственно. Мы подходим к этому вопросу. С 2000 года муслимат Хапсирокова занимается реализацией шапок. Затем открыла собственное производство. Вязальный цех в становлении бизнеса помогал муж. Сейчас во главе их дела стоит сын Замир. А у муслимат наследников четверо. Шапки шьют по индивидуальному заказу клиента. Стараются идти в ногу со временем. А главное в их деле – качество товара. В день шьют от тысячи штук. Мы с мамой всегда в тесном взаимодействии, говорит Замир, сын муслимат. Мы советуемся, у нас вот вечером сели, советуемся, общие решения принимаем. Но бывают такие моменты, когда приходится, ну, она свои, у неё свои клиенты, у меня свои клиенты. Бывает такое, что не успеваем даже друг другу говорить что-то. Я со своими работаю, она со своими работает. Каждая строчка в этой мини-мастерской вышивается с любовью. Иначе быть не может, уверены рукодельницы. Ведь они шьют балаклавы для военных. К работе относятся ответственно. Выполняют заказ без задержек. Уже изготовлено более пяти тысяч балаклав. Хотим, чтобы наши ребята быстрее возвратились оттуда, живыми, здоровыми. Бывает задерживаются, девочки тоже поддерживают. Бывает до восьми, до девяти. А мы вот из-за нехватки рабочих рук, бывает до двух часов ночи работаем для того, чтобы выполнить вот эти заказы. Наше чистое сердце вкладываем в частичку тепла этого изделия. Надеясь, что оно будет оберегать, говорит швея Лариса Абдокова. У меня химяник. Он тоже участвует в этих спецоперациях. Уже с самого начала мы отправили, вот благодаря мусульманам, мы отправили им шапки. Мы стараемся, чтобы не подвезти наших ребят, отцов, мужей, родственников, знакомых. Мы хотим, чтобы они вернулись здоровыми, бодрыми, как мы их провожали. Выкройка балаклавы очень проста. С ней может справиться любой, уверяют мастерицы. Мягкий фетр, из которого делают такие теплые подарки, сохраняет тепло. А главное, не натирает. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Весик, Корчава, Черкесия. По всей стране проходят флэш-мобы и акции в поддержку специальной военной операции и референдумом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. На центральной площади поселка Медногорский прошел митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции на Украине. Подробности у Али Баташева. Мы знаем всех героев поименно. Кто с верой в добро и правду громит нацистов в Украине, освобождая путь к свободе, миру, счастью. Огромное желание поддержать наших ребят, участвующих в специальной военной операции, собрало вместе жителей поселка, представителей муниципалитета, учебных заведений, членов общественных организаций. Сейчас военнослужащие из Урубского района, встав плечом к плечу, продолжают дело своих отцов и дедов. Искореняют нацистскую угрозу, говорили выступающие. Сегодня наша российская армия делает большую работу по ликвидации националистических группировок и уничтожению фашизма на Украине. Наши парни мужественно и отважно сражаются практически со всем западным миром, который уже не скрывает цели уничтожить Россию. Сегодня, как никогда, мы единое целое. Мы вместе, армия и народ, мы едины. Невозможно отделить армию от народа, а народ от ее армии. Елена Глинская выразила свое отношение к специальной военной операции на Украине. Я вообще малая родина Белоруссия, родом из Белоруссии. Но уже я, основную часть жизни я прожила в России. И я хочу сказать, что и Россия, и вот я общаюсь с родственниками из Белоруссии, все поддерживают вот эту операцию, потому что дальше так жить было невозможно. Завершилось мероприятие концертом, в котором участвовали исполнители и творческие коллективы Рубского района. Наш дом, берега ранее, береги, береги, береги Василию, седина, тайга, море... Али Баташев, Али Бастанов, Вести Крачево-Черкесия, Рубский район. Дожди – лучший способ проверить качество выполненного ремонта или текущего состояния кровли многоквартирных домов. В этом можно убедиться, наблюдая за теми проблемами, с которыми периодически сталкиваются жители столицы Крачево-Черкесии. Поиском ответа на вопрос, что делать, вместе с представителями регионального народного фронта, занимался наш корреспондент Артур Мхце. Они же нас никуда не отправили, они же нам не отказали. Они говорят, пишите. Ну и смысл от этих бумажек, что мы их пишем? Они как лежали, так мертвым грозом, так и лежат. Никто не хочет, никто не хочет. Мы просто-напросто боимся сгореть. Начальник не принимает, потому что коммунхоза, потому что секретарь ответила, у нас сейчас карантин. Жители одного из домов по улице Космонавтов в Черкесске возмущены даже не самим набором проблем, а отношением, которое к ним проявляет обслуживающая организация. Когда они прислали в редакцию вести видео последствий недавнего дождя, казалось, что управляющая компания тоже озаботится текущей кровлей 66-го дома, опасностью короткого замыкания. И к нашему приезду всё будет отремонтировано. То погоды нету, то потом погода появилась, материала нету, то вы не одни. А последний раз сказал, люди вообще по полтора года ждут, а вы чего хотите? И бросил трубку. Это я писала заявление в нашу управляющую компанию по поводу того, ну как бы хотя бы элементарно мелкие вещи отремонтировали нам. Тут в некоторых много заявок, конечно, но не по одному, даже по маленькому какому-то вопросу обращений не было. Так, ну вот писала, значит, просила сделать. У нас есть такая беда в нашем подъезде, у нас постоянно забивается канализационная труба. Вместе с представителем регионального народного фронта спускаемся в подвал. По пути обнаруживаем ещё одну куда более серьёзную проблему. Вот подвальное помещение, видите, лаги сгнили полностью. Поверх них тяжёлый шифер старый, тоже разрушенный. И, как утверждают жильцы, надо думать, что это так. Там постоянно играют дети наверху, и они просто могут провалиться. Представьте, высота какая большая. Это необходимо в срочном порядке исправлять, потому что это несёт угрозу жизни людей. В подвальных помещениях слышно журчание. Речки вроде не наблюдается, кроме той, что течёт по стене. Жильцы говорят, что недавно здесь работали специалисты управляющей организации. Интересно, что именно они чинили, раз проблема не устранена. Ещё один водоём встречает нас около дома 50А по улице Октябрьской. К сожалению, в Черкесске это не единственный двор с подобного рода проблемой. Отсутствие в городе качественной системы водоотведения аукается постоянно. Но это не обменяет необходимости решения вопроса. Как только больше дождь, вода подходит к подъездам. Не выйти людям с подъезда, не пройти в подвал, не подойти ни к мусорке. Куда уже не обращались, мер никаких не принимается. Ну, последняя надежда на вас. Здесь проводилось благоустройство в 2015 году, скорее всего, на Октябрьской 50А. И вот рядом двор Октябрьская 46, это 2017 год. Её было необходимо было решать комплексно. Ну, мы видим, в принципе, мы нашли здесь люки канализации. То есть здесь что-то было сделано. Но они, видимо, заилились сейчас. И их необходимо почистить. Нащупать колодец удается лишь с помощью одолженных у местных мастеров сапог. Видимо, ответственная служба ждёт, когда спадёт уровень воды. Но если такое здесь происходит постоянно, ждать придётся очень долго. По словам представителя мэрии Черкеска, информация о проблемах по адресам доведена до обслуживающих организаций. Если ничего не устранят, общественники советуют жителям обращаться в жилнадзор и прокуратуру. Быть может, тогда вопросы всё-таки сдвинутся с мёртвой точки. Артур Махце, Алибастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Когда репортаж уже был готов к эфиру, стало известно, что на крыше 66-го дома по улице Космонавтов начались ремонтные работы. Это сотрудники управляющей компании выполняли рекомендации регионального жилнадзора и городского управления ЖКХ Латая-Дыры, через которые дождевая вода попадала внутрь многоэтажки. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами дождь, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман днём преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14, а в горах до 20. Температура ночью 5-10, в горах до плюс 5, а днём 11-16 градусов тепла. В Черкесске ночью дождь, днём без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы до 11-14. Температура ночью 8-10, а днём 14-16 градусов тепла. Вы её ждали! Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждём вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Золотой медалью на агропромышленной выставке «Золотая осень-22» награждены предприятия Карачао-Черкесии. В частности, золотую медалью Министерство сельского хозяйства России наградили племенной завод «Махар» – репродуктор «Магнат», форелевое хозяйство «Уруб». Сады Карачао-Черкесии также получили золотую медаль Всероссийской агропромышленной выставки в номинации «Плодо-овощная продукция. Ягоды, зелень» за груши сорта «Ксения». Выставка «Золотая осень» является одним из самых крупных мероприятий агропромышленного комплекса России. Быть любопытным и активным, не стесняясь задавать вопросы, порой даже глупые. Всё это говорит об открытости к новым знаниям. Во Дворце культуры Черкеска прошла серия батлов молодых учёных, организованных российским обществом «Знания». Проект с говорящим названием «Учёный» нацелен на то, чтобы говорить о научных исследованиях, легко, понятно и, самое главное, увлекательно. Ахмад Халкечев продолжит. Пять спикеров сражаются между собой. Задача каждого — рассказать аудитории о своих научных изысканиях и открытиях максимально доступна и увлекательна. У кого получилось добиться большего расположения любознательной публики, определяет беспристрастная техника. Специальная программа по уровню шума аплодисментов, выражаясь на молодёжном сленге, определяет, чей спич зашёл. Задача — рассказать молодёжи, в первую очередь, студентам и всем желающим о науке, заинтересовать их этой областью и, может быть, даже кто-то захочет стать учёным. Какие полимеры могут спасти нас от мусорной катастрофы? Как производить мясо без убоя животных? Что такое химия? И как производные некоторых органических веществ могут продлить человеческую жизнь? Всё это далеко не полный список тем, с которыми выступали спикеры. Мы говорим на темы, которые актуальны для наших слушателей, которые их касаются, и стараемся сделать это наиболее доступно и в весёлой манере, чтобы было понятно. Потому что, когда непонятно, тогда и неинтересно. Я буду рассказывать о разработках моей кафедры. Это гидрогели, суперабсорбенты воды, сорбенты для очистки воды от ионов тяжёлых металлов, а также биодеградируемая упаковка. Я работаю на кафедре высокомолекулярных соединений, мы работаем с полимерами. Подобные мероприятия крайне важны не только для донесения научно-популярных знаний в массы, но и для простого знакомства с наукой людей, чья профессия пока ещё не связана с исследовательской деятельностью. Ведь расширение спектра интересов может вылиться вполне себе полезное открытие в какой-нибудь отрасли. Выразили уверенность организаторы и участники встречи. Спикеры очень подготовлены, и они с интересным докладом дают буквально очень сложную информацию. И мне очень интересно. Вот сейчас выступает спикер по медицинской части. Он рассказывает информацию прям сложную, я думаю, для простого человека. В виде, знаете, мемов, в виде молодёжного стиля. То есть его язык настолько прост, и ты сразу вникаешь и сразу понимаешь, о чём он говорит. По итогам трёх граундов сердца и умы зрителей завоевал Сергей Подковальников, аспирант Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, лауреат нацпроекта образования и автор просветительского блога «Биологи Лайк». Ахмад Халкечев, Олег Малхожев, Вести Граджаева, Черкезия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Чайки». Субтитры подогнал «Симон»!